а эфир канала вышка продолжается и к нам уже присоединяется гарри табах капитан первого ранга в соединенных штатов гарри добрый вечер добрый вечер уже слышим уже слышим замечательно хорошо что вы присоединили сегодня очень много есть новостей которые хочется с вами обсудить и новость которую я хочу начать это незапланированный внезапный визит государственного секретаря соединенных штатов америки господина блинкина произошел сегодня в киев было несколько таких тем которые там озвучивались которые нас интересуют давайте в общем мы поговорим потом но первая новость от которой я хотел бы сказать это ситуация в харькове да она сейчас очень напряженная и в связи с этой ситуации президент зеленский ну скажем так недвусмысленно обратился господину блинкину о том что киеву необходимо срочно для защиты харькова несколько систем патриот эти системы не оглашались в пакетах которые должны будет украина получить вот какие шансы как вы считаете получить у нас эти системы я не предсказатель этого но если судить того я вижу за вами как раз очень хорошая батарея стоит тоже по моему это бутылки да это бутылки с вином я коллекционирую хорошая коллекция и если судить из прошлого то должны были дать должны были после первого рамштайна дать самолеты том президент байден объявлял что они нужны не в 16 не миги потом был один пакет которым у вас ничего не было для вас большому счету второй пакет вот сейчас еще один наконец-то после трех месяцев дебатов и торговли что же это будет какая стратегия чего мы пытаемся добиться и вот недавно неделю тому назад наверное может быть чуть больше некоторые ваши генералы зам начальника гура выступили и даже президент зеленский сам ступили что ну оружие недостаточно медленно идет то есть вам его не дают они же не могут напрямую сказать оружие нету русские это понимают они начинают другую тактику использовать атакуя ваши позиции в харькове и вот к сприн приехал наверное сообщить что-то а что можно сообщить оружие где где оружие которое американский народ требует уже самого начала войны американский конгресс сенат ставим там демократов республиканцев американский народ а президент белый дом ничего по этому поводу не делать я думаю вас до сих пор нету достаточно опять вот это капельная капельная поддержка прошлый раз 4 миллиарда 200 миллионов задержали это тоже недостаточно денег недостаточно сейчас сенатор корнинг еще раз уже предлагаю что опять надо рассмотреть внести на голосование лэнд лис только в форме кредита президент трамп это поддержал что означает наверняка что президент байт будет против этого бороться я думаю что же многие военные настоящие военные эксперты люди которые воевали люди которые понимают что такое полномасштабная война то есть так же вам могу сказать что без лэнд лиса вам эту войну не выиграть нет такого бюджета который сможет вам предоставить авиацию чтобы у вас было превосходство чтобы остановить эти кабы чтобы у вас было закрыто чтобы того прикрыло и харьков и другие города и стратегическую инфраструктуру и так далее нет такого бюджета это нужен лэнд лис который был такой как во время второй мировой войны какие шансы у нас получить такой лэнд лис я думаю что при этой администрации никакой ну до этого ничего не было эта администрация вам дала три дня три дня он будет с вами до конца эти все три дня ройки ройки траншеи как раз интересно это точно так же понимают и русские поэтому они начинают активироваться и действовать как можно больше нанести ущерба украине как можно больше взять территории украинской это тоже там не понимает и хамас и иран здесь вот сейчас у вас был тоже насчет израиля только та же самая система не дает оружие не дает затормозит это все и мир у нас хаосе это все видит китай иран и россия то есть они понимают что через полгода ситуация может резко измениться и они пока у них есть вот это вот окно возможностей они будут его использовать вам надо продержаться шесть месяцев а гарри такой вопрос ну с пво и с оружием это понятно визит блинкина действительно оказался он неожиданным есть официальные официальное мнение почему этот визит состоялся во первых чтобы связи с тяжелой ситуации в харькове выразить поддержку что народ америки с украиной я вот лет 12 занимаюсь журналистикой и в подобных ситуациях эта фраза является дежурной как по мне абсолютно дежурной и второе это вопрос который обсуждался будет ли президент байден на будущем саммите мира швейцарии который для украины очень важен ваше мнение визит блинкина он по какой причине по одной из названных либо есть что-то другое это может быть все одно другого не исключает я не знаю я не могу такие вещи предугадывать но есть вот как бы сказать цинизм который вообще не знаю как его оценить допустим что господин блинкин на face the nation по-моему он выступал и он сказал почему а там требует почему не дают оружие израиль это не украина израиль считается нашим ближним союзником много лет это приближенный союзник то есть официально официально к соединенным штатам и нато мы обязаны помогать это не град это оружие которое израиль заплатил тем оружием израиль воевал все это время это уже нужно израилю для того чтобы отразить атаку от хазбулы от с другой стороны и из какой стати президент останавливает господин блинкин на face the nation говорит потому что мы не понимаем стратегию израиль мы не понимаем чего израиль хочет добиться у нас нету этого и что они будут делать после того как они уничтожат хамас и поэтому мы придержали оружие потому что сначала не говорили что будут потери большими у нас сделал на академия она сделала что потери гражданские там минимальные collateral damage по сравнению с даже с нашими действиями в ираке и в афганистане сейчас даже он урезала потери гражданские в газе в половину 50 процентов почему не на 100 я не знаю и 1 3 они уверяют что это все-таки боевики где там конечно же очень сложно сказать кто боевик то нет они действуют гражданской одежды и террорист прикрываются гражданскими лицами но обвиняют и коза и вот они не почему они продерживают то что они не понимают стратегии они спрашивают стратегии и конечная смысл этой войны у израиля а когда наш конгресс наш сенат задает 12 вопросов нашему государству не украине не изра а нашим будет белом дому а смысл какая цель наша какая стратегия войны в украине почему мы даем туда миллиарды долларов не продаем когда отдаем грантов во всем и не имеем никакой стратегии белый дом еще ни разу не объявил какая цель войны в украине кроме того что белый дом объявляет что украина сможет продолжать воевать с тем оружием, которое мы дали. То есть вы сможете продолжать умирать с тем оружием, которое мы вам дали. И какая цель, так иди на 12 вопросов, которые полковник Гарси... А вот столовой полковник, но конгрессмен, написал эти 12 вопросов, 12 пунктов стратегии и цели войны в Украине, чего мы хотим добиться этим. Так Пелый, думаю, на это ответил. Но хотят такого ответа от Израиля. Сами не имеют такого ответа. А вот от Израиля, и вот эта вот циничность, конечно же, это нельзя объяснить. Поэтому я не знаю причину прилета господина Блинкина. Может быть, он продолжает ту же риторику, которую они уже больше двух лет говорят, и на которую они рассчитывали. Сади Украине, надо садиться за стол переговоров, иначе вы сейчас потеряете Харьков, потеряете еще что-то, садитесь за стол переговоров. Я не знаю, у меня нет этой информации, но вот что-то внутри меня, маленький капитан Юра, мне шепчет, что эти гады хотят все-таки усадить вас за стол переговоров в ситуации, где это не на ваших условиях. Вы не в позиции силы. Понятно. Сегодня много новостей о Соединенных Штатах, которые вводят санкции в отношении Китая, там целый ряд разных категорий. И, знаете, вот интересно обсуждение этих новостей, несмотря на то, что они анонсировались, эти санкции, и сегодня президент Байден подписал, кажется, по Ирану, еще по Урану, и еще по части, там, полупроводники и другие группы, все говорят о том, что это может сыграть на руку Российской Федерации, тем более в преддверии визита Путина в Пекин, мол, Соединенные Штаты прям совсем сейчас рассорятся, Пекин развернется в сторону России, начнет им активно помогать. Такие сценарии, они вообще возможны, на ваш взгляд? Да, еще как возможны. Как бы Китай не вел санкции против нас, они не занимаются предательством и вредительством. Это абсолютное предательство и вредительство. Вы не можете Китаем сегодня так распоряжаться. Вы можете им командовать. С Китаем на сегодняшний день мы довели эту ситуацию. Такого и с ними нужно теперь договариваться. Они не просто так, не будут, ой, из-за санкций снимите с нас санкции. Если эти санкции не действуют на Россию, то что там на Россию? Эти санкции не действуют на Иран. Наоборот, помогают. И все время есть какой-то обход этим беззубым санкциям. Так зачем вы еще злите Китай тем, чего не будет? И, конечно же, Китай может не сейчас, не сразу, насколько я понимаю, китайскую культуру, а я не китаист, то Китай не сейчас, но через какое-то время даст ответ. Этот ответ будет очень малоприятный всем. А отразится это, да, отразится на Соединенных Штатах, но в первую очередь, опять же, отразится на Украине и Израиле. Потому что слишком завязано на нас. То есть, когда мы делаем, допускаем такие предательские движения, движения, дела, то это, конечно же, попадает и нашим, как бы сказать, тем, кому мы хотим помочь, которые на нас рассчитывают. От Китая сегодня действительно много зависит, и в том числе их тесное сотрудничество с Российской Федерацией. Оно говорит о том, что они теоретически могли бы где-то пролоббировать некие наши интересы, если бы они были лояльны к этому процессу. А в ближайшее время... У них самая большая граница с Россией. Они соседи с Россией. Это не то, что Соединенные Штаты Америки. Это всегда было очень сложное и тяжелое отношение между этими двумя странами. Это факт. Это факт. В ближайшее время состоится саммит мира в Швейцарии. Главная тема – это формула президента Зеленского. И, как ранее было озвучено нашим политическим руководством страны, приглашение Китая является одним из приоритетов туда. На сегодняшний день сейчас появляются новости о том, что Китай не примет там участие, однако эти новости ретранслируются российскими чиновниками. С китайской стороны пока официальных сообщений я не видел, я сразу об этом скажу. Но, так или иначе, если Китая не будет на этой встрече, это провал или не провал на дипломатическом фронте? Я считаю, что если кто-то не приезжает на саммит, на переговоры или на форумы какие-то и отказывается в них участвовать по приглашению, то есть их пригласили, а они сказали, нет, у меня более важные дела есть, то, конечно же, это провал. То есть обычно как это работает? Обычно это все обговаривается заранее. То есть если вы уже обговорили и сказали, мы вас пригласим, они говорят, нет, это то-то, то-то сейчас политически для нас неправильно. Друзья мои, давайте, это хорошая пауза для того, чтобы вы сейчас поставили лайк обязательно этому видео. Проблемы какие-то, видимо, с интернетом. Напишите какой-нибудь комментарий, есть еще ряд вопросов, которые хочется задать и услышать, там последние минуты. Присоединили мы, Гарри. Что-то у нас там произошло. Так вот, значит, это они не обговорили. Или они обговорили это плохо. И тогда, конечно же, это выглядит глупо. И тебя вас приглашают, и вы говорите, а, я не пойду. Это пощенщина. Сама формула, как вы считаете, она может дать ответы на самые главные вопросы? Вот вы, например, понимаете, что делать после этого саммита? Наверное, дать Тинополевскую премию за мир теперь Байдену. Ну, Обам уже получил, и войны начались при нем. Все начинают с Сирии. И так далее. Поэтому надо продолжить эту традицию. А вот, например, Трампу, за то, что он правда создал мир между арабами и Израилем, то, чего никогда никто не верил, или вернул в останки наших воинов из Северной Кореи, то ему импичмент. А этим, да, наверное, отдать будет Нобелевскую премию за мир. Гарин, для того, чтобы получить Нобелевскую премию... Такого мира никогда не было за всю историю человечества, как при президенте Обаме и президенте Байдене. Гарин, для того, чтобы получить Нобелевскую премию за мир, надо принимать точно участие в саммите. А пока что я не видел сообщений о том, что сам президент Байден посетит. А вы как считаете? Об этом много говорят, но пока новостей нет. Я думаю, что он не в состоянии физическом посетить. Опять же, у нас было расследование, и прокурор, генпрокурор должен был расследовать его, что он хранил секретные документы в гараже у своего наркомана-сына. Но сказал, что это делать не стоит, как вот это сделали с Трампом, хотя у него документы были под замком, официально зарегистрированные с государственными архивами. Но все равно. А здесь то, что у него они валялись в гараже у его наркомана-сына, его нельзя привлечь к ответственности за это, генпрокурор сказал, потому что он не физически, не в умственном состоянии выстоять какое-то расследование или суд. То есть у нас президент, сам генпрокурор говорит, его нельзя расследовать, ему нельзя ничего предъявить, потому что он не в состоянии. Как же вы хотите, чтобы человек в таком состоянии ехал на какой-то саммит куда-то? Конечно же, он будет говорить, еще постоянно, он не может ничего говорить, он даже в телепрамте уже не может говорить. Но он может переизбираться в президенты, и он может продолжать руководить миром, что и делается на сегодняшний день. Я не знаю, поедет он или не поедет, но я не думаю, что он в физической и умственной форме, в которой он сможет это осуществить. Гарри, в завершение очень коротко спрошу у вас, потому что не так давно была буквально новость о Шпигеле, которая прошла, о том, что вообще в преддверии выборов в Соединенных Штатах, где-то в августе, Байден может снять свою кандидатуру, и вместо него пойдет Мишель Абаба. А такой сценарий серьезно рассматривается? Серьезно, конечно, нет, потому что это никогда у нас не было такого прецедента, это раз. Во-вторых, как это он предложит Мишель Абабу? Он кто? Диктатор? Царь? Нет, вместо него пойдет. То есть не он конкретно пролоббирует, принесет. Вместо него она пойдет, а она кто? Хороший вопрос. Какой у нее опыт? Она была сенатором, конгрессменом, командиром армии, дивизии хотя бы там. Она кто? Она была каким-то великим дипломатом, известным Киссинджером там. Кто? Кто она? Она губернатором была. Она была женой первого чернокожего президента. Если это квалифицировать человека быть президентом, то нам всем хана. И потом, что это значит? Папа президент, сын президент, другой сын губернатор. Теперь муж президент, жена, секретарь Госдепа. И тоже хочет быть президентом. Какой-то случайности не стало президентом. Теперь опять муж президент, жена. А династия Буши? А? А Буши. Так я и говорю, папа президент. Так же. Президент, у него один сын был президентом, а второй сын у него был губернатором Флориды. То есть у нас теперь будут кланы. Буши, Клинтоны, там, или Обамы. У нас кланы. Но ведь это традиция, Гарри. А раньше Кеннеди были. Нет, ну, у Кеннеди был только один президент. Да, но большое количество родственников при должностях было. У Кеннеди были всегда очень политически настроенная семья, но избирались в президенты только один. Кеннеди, его брат, пытался, тоже думал, может быть, идти в президенты, потому что Кеннеди был настолько популярен. Но их обоих убили. И вот сейчас выдвигается племянник Роберт Кеннеди, племянник президента Кеннеди и сын генпрокурора Кеннеди. Он третий сейчас кандидат у нас в президенты. Да, семья Кеннеди – это такая традиционная, как это говорит, династия. Есть династия францеров, есть династии военных, есть династии поваров, врачей. У меня семья была династия врачей. А у них династия президентов. Вот так работает теперь у нас в стране. То есть о какой демократии мы можем тогда говорить? О какой демократии, которую мы хотим принести в Украину? Я вам скажу так, что так работает и у нас в стране. Ну, у нас, как бы, Соединенные Штаты Америки, это как бы все всегда брали с нас пример. Мы были как бы флагманом демократии, прав человека и равенства и так далее. Гарри, может быть, в чем-то США взяли пример с нас теперь? Нет, но у вас династии нет как раз. У нас просто жены всех чиновников и депутатов, всегда очень, и мамы, и бабушки, очень удачные бизнесмены. Они все бизнесмены. Они все очень удачные бизнесмены. Это так и в России тоже. Это в коррумпированных странах. Но президенты у вас слетают один за другим и становится тот, который никакого отношения нет. А у нас династии, получается, президенты. Ну, а Мишель Обама, опять же, что квалифицирует ее управлять страной? Если такое произойдет, это будет четвертая каденция Обамы. То есть у нас вечный президент Обама. И это приведет, я считаю, к катастрофе не только нашу страну, но и мир. Гарри, вам спасибо большое. Гарри, спасибо большое за то, что присоединились к нашему прямому эфиру.